всем привет друзья мы снова в студии видеозаписи гетто спорт и сегодня у нас рассказ о сноубордах которые просятся с вами в горы просятся они с вами в горы по разным причинам некоторые просятся потому что в горах есть большие отротраченные трассы допустим как эйфрейм другие просятся с вами в горы потому что они предназначены для комфортного катания на высоких скоростях по трассе и вне трасс некоторые просятся с вами потому что они жаждут пухлого снега в общем причин на это у них много но об этом чуть позже а сначала я хочу ответить на глобальный вопрос о котором меня спрашивают все сразу после возвращения как кировск как кировск чё там кировск кировск ребята стоит стоит как надо вот так вот подкинул проблем ратрачек въехал прогресс кировска как курорта виден невооруженным глазом я не был там года три и когда приехал я был приятно удивлен тем что городской курорт и большой вудьявор соединены вместе теперь у них я так понимаю один владелец и была проведена приличная работа помимо того что построен подъемник который поднимает вас с городского курорта на хребет соединяющий вас с большим вудьявором так там еще сделали и очень приятный спотик на котором можно отдохнуть после каталки или во время каталки стоят несколько кафешечек то есть такой прям красивый пятачок со скамеечками с какими-то качелями где вы можете сходить там скушать гамбургер выпить кофе пообщаться встретиться с друзьями я в этом месте менял доски местами в этом плане кировск молодец кировск растет я заметил что появилось несколько новых гостиниц я жил в новом хостеле он называется вершина о нем скажу чуть позже появились новые кафешки там стало отдыхать гораздо гораздо комфортнее за что я кировску отдаю большой поклон потому что для меня это был курорт на который ты собираешься сразу забыв про цивилизацию просто чтобы дешево съездить в горы в сущности так примерно остается да ценник на квартиры немножко подрос на жилье тоже подрос но все равно это относительно бюджетный курорт а если говорить о петербуржцев в принципе как такой локализации определенной то для нас кировск это чуть ли не единственная возможность скататься в порядочные горы за небольшие деньги если чуть конкретнее то в кировск можно добраться тремя способами если у вас есть компания вы можете легко прыгнуть в тачку и доехать своим ходом есть прекрасная возможность прокатиться с единомышленниками на различных автобусах здесь я хотел бы сделать небольшую рекламку организации которая называется хип тур спб благодаря этим ребятам мои доски доехали до кировска целости и сохранности гораздо быстрее чем я в общем ребят спасибо пользуйтесь их услугами я оставлю ссылочку в описании к этому видео для тех у кого нет компании но кто хочет максимально бюджетно добраться до кировска пожалуйста ездите с ребятами от улицы дебенко у них отходит автобус ребят еще раз спасибо что помогли второй вариант это проехаться на поезде что-то в районе 19 часов по моему едет поезд от спб до кировска но если вы глянете на ценники по крайней мере когда я ехал ценник на поезд и на самолет был примерно одинаковый но на самолете вы летите полтора часа поэтому я решил что лучше я сэкономлю время и на самолетики долечу до туда спокойно в общем то все получилось за 10 тысяч рублей я скатался туда и обратно по моему очень неплохой вариант для быстрого трансфера в горы что касается жилья я жил в хостеле в двухместном номере он мне обошелся в 1800 рублей в сутки это потому что я снял обе койки потому что мне было важно раскидать весь свой став по всей комнате и это было бы некорректно если бы я жил там не один меня бы просто не хватило места потому что ну вы сами понимаете мне до хрена всего с собой включая видеоаппаратуру мне это нужно было везде как-то так раскладывать поэтому я воспользовался второй кровати а так можно было бы жить там за 900 рублей это по моему прям сверх чип прайс причем хостел выглядит внутри очень приятно но есть определенный но если вы едете в апартаменты вершину то имейте ввиду что у вас будут стены из картона вы можете слышать все что говорят за соседней стенкой это не очень комфортно но но и второй момент там два туалета по моему на штук 20 номеров мягко говоря это немножко маловато причем душевых 3 а туалета 2 это маловато ребятам нужно продумать этот момент потому что туалетов зачастую многим не хватает да еще один был момент что мне ночью кто-то в дверь пытался мое открыть оказалось что администратор которого нет на месте они работают онлайн просто созваниваешься с ними он тебе сообщает код от двери короче мой номер попытались сдать второй раз это тоже было не очень приятно но вроде там все они как-то договорились без меня я просто был удивлен что кто-то пытался открыть мой номер то есть если подчеркнуть грубо кировск это прекрасный полу домашний спот для всех кто живет в санкт-петербурге в ленинградской области архангельской области естественно в мурманской и в той же карелии это замечательное место чтобы вдоволь накататься чтобы порадоваться прекрасным видом для того чтобы очутиться в местах силы чтобы проникнуться духом гор и вообще попробовать что это такое я бы всем настоятельно рекомендовал если вы едете в горы первый раз ехать в кировск потому что возможно там после посещения алип кировск не произойдет на вас впечатление а вот первый раз это будет прям ого-го как круто горы там не самые высокие по 1300 метров над уровнем моря но этого вполне достаточно чтобы прям накататься с игорой там не сравнишь точно что касается трасс южный склон мне очень понравился трассы были подготовлены весьма неплохо там есть куда съехать и вне трассы покататься но естественно почти у любого места есть свои плюсы есть свои минусы какие минусы у кировска первую очередь это количество развлечений если вы приезжаете туда всей семьей и кто-то из вашей семьи не катается им реально тяжело найти место для досуга этого не хватает не хватает каких-то клубов секции в которой можно было бы отдать детей не хватает частных детских садов я бы с удовольствием поехал туда все семьи но реально я понимаю что жене и детям там не хрен будет делать брать их на гору на вершины еще пока рановато выделить для себя тогда свободное время просто не получится это минус и там есть один бильярдный клуб насколько я помню и какой-то богом забытый боулинг был не знаю сейчас он существует или нет но нет никакой рекламы об этом я никак не узнал там таксисты об этом не говорят что посетите что-то еще маловато поэтому если вы рассматриваете для себя какие-то бизнес идеи вы можете спокойно в кировске открывать все что угодно и это все что угодно будет абсолютно точно забито на сто процентов сообщите об этом на городском склоне и все это весь разлетится везде массажный салон откройте в кировске он будет забит полностью это вам идея для размышления не хватает сервиса что касается еды слава богу появились магазины и кафешки которые работают круглосуточно потому что я допустим укатывался настолько что я просто приходил домой и падал часа на три потом вставал только и думал куда же мне сходить покушать и нужно было поискать еще то есть я там нашел пару рейстиков которые до 11 работают открылась кафешка который тоже до 11 работает это там я еле-еле успевал мне сказали уже кухня почти закрыта ну вот вам дадим выйдите домой покушать то есть чуть-чуть вот этого сервиса не хватает в питере проще поесть много забегалов которые работают круглосуточно где вы можете реально там перехватить более или менее вкусной еды и конечно же самый большой минус кировская это погода погода в горах в принципе довольно часто меняется до четырех раз в день в кировске она прям вот колоссально может поменяться за все пять дней катания что я был в кировске мне повезло с погодой часа на три все остальное это был либо туман либо облако сходило либо херачил снег в лицо и было вообще ничего не видно поэтому я заранее извиняюсь хороших красивых кадров и прокатов будет совсем немного в кировске бывают великолепные дни когда вам открывается весь вид гор и конечно же тогда кататься кайфу рассчитывайте что вам не всегда повезет с погодой и имеете какой-то план б для дней в которые вам будет кататься некомфортно еще один минус о котором бы я хотел сказать я очень надеюсь что моя критика дойдет до нужных ушей безопасность в день когда я приехал в кировск я узнал новость о том что некий кайт бордист по имени герман закончил свою жизнь в кировске съехав не на тот склон если вы представите себе карту кировска вот он делится на южный склон он раньше назывался bigwood потом идет хребет который отделяет от северного склона так называемого городского кто там давно был у северного склона есть обратная сторона по которой теоретически можно съехать и некоторые люди туда проезжают между ними есть ущелье которое называется ущелье в мф называется она так потому что там внизу на обратке как раз и была тренировочная база в мф частом база мчс насколько знаю а вот у южного склона туда куда вы можете подняться практически на подъемнике у него обратки нету если вы будете там в отвратительную погоду когда вот молоко снег туман или облако прилетело вам обрыва его не видно там стоят флажки как на которых написано стоила вина опасности я честно говоря даже не держал в голове что там вот обрыв но этот случай заставил меня задуматься я у местных гидов поспрашивал грубо говоря флажки стоят но бывает настолько плохая видимость что вы не видите их то есть если вы попадаете между двумя вот этими табличками вы проезжаете мимо них а там маленький маленький уклон идет вы катитесь там не знаю там градуса три-четыре наверное но его хватает чтобы вам медленно медленно туда скатываться и у вас может возникнуть ощущение что вот 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 сейчас начнется какая-то трасса и в действительно в плохую видимость люди падают с этого огромного обрыв там огромный обрыв выжить там нереально вот к сожалению герману там и нашли ребят мне очень жаль что люди приезжая в город теряют самое дорогое что них есть свою жизнь ребят пожалуйста будьте аккуратным посмотрите на карты поболтайте с гидами не молчите едете там на подъемнички спросите куда идти куда не идти в плохую видимость на самую высоту не поднимайтесь это чревато я уже не говорю о лавиноопасных очагах которыми изобилует 25 километр тот же куки свумчор туда лучше не лезть без гидов особенно когда лавиноопасность высокая когда там нападал на ледяную курку свежий снег когда снег тяжелый не дай бог вы сорвете там лавину из нее очень тяжело вылезти она иногда снимает все до камней и подушка не подушка там очень тяжело вылезти катайтесь там только в такие дни когда там все проверено перепроверено когда вам сказали что все подушки сцеплены все безопасно можно там очень крутые склоны особенно на обратную сторону куки свумчора мне там очень нравится но лавиноопасность там почти всегда высокая и покататься безопасно там ну практически негде вспомните даже ту же алену рогачёву царство небесное которая просто на ровном месте грубо говоря стену лавиной и она тоже ушла от нас еще один минус киевска который бы я хотел упомянуть это небольшая пропускная способность и я вроде бы выждал момент когда закончились детские каникулы когда теоретически народу там стало бы поменьше я не люблю стоять в очередях но приехав я понял что даже погода была хреновая а очередь на подъемнике на городском склоне была ну минут 15 наверное туда реально приезжает вся масса катающихся и начинает там куда-то рассасываться по этой горе но вначале вам нужно будет стоять прям действительно много а если вы хотели покататься прям под подъемником где-то там захватывая все новые и новые места то вы будете стоять довольно много эта проблема не решается быстро не решается просто но кировску для потенциала нужно больше подъемников их нужно апгрейдить туда нужно ставить кабины чтобы народ поднимался наверх все быстрее 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 это тоже такой для меня это минус поэтому если вы собираетесь ехать в кировск подгадывайте такие даты чтобы вам не стоять пол отпуска перед подъемником в кировской ехал тестировать не только сноуборда но сноуборда наверное это основная и самая важная самая интересная часть того о чем бы мне хотелось рассказать помимо досок я тестировал крепление arbor cypress о нем будет отдельная часть там есть что рассказать я тестировал термобелье но про него там особо рассказывать нечего у меня было два комплекта один назывался dragonfly сделан в россии второй было термобелье akapi по свойствам влагоотвода я большой разницы между ними не заметил но потому как она одевается и сидит на вас akapi я думаю процентиков 10-15 все-таки выигрывает мне безумно нравится это термобелье она не дешевая но она прям дает лучшее ощущение на нем есть различные вставки из различных материалов одни поджимают другие отпускают одни повышенное влагоотведение второе вентиляция очень грамотно сделаны и есть один такой важный пункт они сделаны не в китае а в италии настоящими итальянцами на собственном производстве там качество стоит во главе угла рекомендую всем кто не готов переплачивать за италию dragonfly прекрасный вариант с небольшими минусиками относительно akapi также я тестировал три варианта одежды это комбинезон без утеплителя это комбинезон с утеплителем и раздельная одежда который был отдельный утеплитель и soft shell высокого качества влагоотвода о них я наверно тоже расскажу чуть чуть позже мне эти тесты прям открыли глаза сразу скажу что высокотехнологичная одежда всегда рулит а сейчас давайте поговорим немножко о снобордах первая доска которую я достал из чехольчика и на который отправился на склон эта доска называется borealis dracar они приехали к нам под конец сезона дистрибьютор довольно долго их вез в россию поэтому мне мне досталось много покататься я брал и тундру с собой и дракар и даже borealis origins хапнул как я уже говорил в обзоре borealis эта доска очень похожа на сноуборд джонс стратос с одним только отличием если стратос будет идти с обычной талией в небольших ростовках то у borealis а геометрия следующие у него 26 и 1 миллиметр в талии у него 30 с небольшим сантиметров в носу 29 сантиметров хвосте то есть это строго направленная доска с широкой талией а стратос это строго направленная доска с узкой талии там талия 25 с небольшим миллиметров в отличие от того же стратос а эта доска более направлена на большие укладки мне очень понравилось то что она имеет равную жесткость как в носу так в талии так и в хвосте эта доска максимально понятная она очень предсказуемая она идет на прогибе камрок вот здесь у нее заканчивается камрок спереди вот здесь сзади то есть вот это вот это маленький кембирок который отвечает за устойчивость на скорости это нос который отвечает за всплытие в пухлом снегу ну и соответственно хвостик вот такой формы он немножко как бы говорит о том что типа я буду проваливаться чуть лучше чем носовая часть в пухлый снег и таким образом доска будет выплывать мне охеренно зашла эта доска вот прям у меня маленький размер ноги я переживал что мне будет очень некомфортно с большой талией вообще ничего подобного на ней очень комфортно она несется она грызет склон в отличие от того же флаг шипа на ней очень легко карвить за счет того что нос у него не имеет какой-то такой прям осязаемой мягкости вы ставите доску на склон и даже если ваша техника не очень хороша как моя и вы перегружаете нос задавливая переднюю ногу он не проваливается он все равно идет по дуге мне это очень понравилось мне было на ней офигенно легко я буду рекомендовать всем такую доску кто хочет кататься в стиле карвинга кто хочет попробовать для себя флэт фристайл на ней это вполне возможно именно тот флэт который идет с дуг то есть когда вы загоняете в дугу резко оттормаживаетесь под вами появляется импульс и вы можете что-то выкручивать он спокойно крутится и в 360 и в 180 катание в свече как на твине вообще вас ничего не парит ешь хоть в ту другую сторону хоть в другую пухлым снегу конечно же это будет накладывать некоторые отпечаток но на трассе вам вообще без разницы что в ту сторону что в ту эта доска настолько понравилась нашему оператору мы с ним поменялись потом на террор что он и и мне так и и не отдал даже не докатал на этой доске весь остаток своего отпуска и сказал что он все копит бабки на дракар что касается минусов доски они тоже есть и они все которые я по крайней мере нашел я их нашел только в топшите это натуральный бамбук бамбук дает очень хорошее свойство доске это пружинистость и крепкость она просто так не ломается но бамбук не самый прочный относительно механической прочности то есть если у вас куда-то прилетает удар он прямо отлетает кусочком в некоторых местах где сюда приходились какие-то удары или что-то за что-то цеплялась в этих местах бамбук конечно у меня по отлетал это единственный минус который я могу найти у этой доски в остальном мне кажется что эта доска близка к идеалу и поэтому я понимаю всех тех людей которые пишут восторженные отзывы от стратос дракар и стратос это два брата один пошире другой поуже рекомендую для тех для кого важен не просто бренд а для кого важны именно характеристики доски эту досочку брал с собой женя наш оператор убрал ее в расчете на то что в кировске это большие горы там много снега все пухленько все красиво и поэтому возьму себе чисто фрирайдную доску в принципе вполне реально что могло бы быть и так но кировск это тот регион где снег если и идет то как правило еще и херачит ветер и весь снег сдувает его кристаллизация ломается с ней снежинки облупляются и он превращается в такую в небольшую крупу так сказать если грубо то в кировске редко бывает рассыпчатый пухлый свежий снег как шерегеш поэтому такую доску для кировска брать совершенно не обязательно такая доска круто бы зашла в сочи и круто бы зашла в том же шерегеш и на мама и допустим там где нужна невероятная возможность всплывания и здесь она как раз так то есть если мы нажмем на заднюю ногу то у нас доска вся вырастает в такой в огромный нос примерно вот от середины от этой полосочки до самого конца это будет огромный огромный нос который не оставляет никаких шансов вам потонуть в пухлом снегу что касается трассы для трассы она будет работать как обычный рокерный тазик если вы перешли с кембера или с жесткого флета на такую доску то у вас будет легкий диссонанс вы не привыкли перемещать свое тело назад или вперед вы привыкли стоять ровно у вас работает вся доска и вы всю ее полностью ощущать а здесь же вы будете ощущать только центральную часть и вам будет очень некомфортно первое время пока вы не привыкнете кататься на рокерной доске для этого вам нужно грузить переднюю часть ноги чтобы у вас рабочая длина канта была хотя бы вот такой а не вот такой таким образом вы в принципе более или менее загружаете доску и контролируете неплохо грубо говоря женя покатавшись первый день на этой доске сказал что ему неуютно дай попробовать в другую он взял дракар и больше мне не отдавал слава богу что нам не и особо то и не нужно было поэтому он получал удовольствие от нее я же закрывая вторую часть первого катального дня покатался на ней вполне приятно к сожалению не было пухлого снега для которого собственно она и рассчитана но я покатался по разбитому склону по трассе по вырезался траверсами абсолютно адекватная доска то касается карвинга не лучший вариант опять же не лучший но и не самый худший она вполне себе ничего едет срывает дуги относительно дракара она тоже широкая в талии кататься в свече на ней неудобно это единственная доска из всех на которой я вот прям чувствовал что не комфортно мне кататься на ней в свече в остальном это прекрасный вариант для катания в больших горах в условиях приличной заснеженности если вы обратите внимание на ее профиль вы увидите здесь вставки грипп тека которые собственно и позволяют вам вгрызаться даже в обледенелую трассу и чувствовать себя на ней более или менее неплохо и вы действительно можете почувствовать что она ведет дугу несколько агрессивнее чем если это был бы простой рокер без каких-либо вставок в этом плане она конечно очень и очень неплохо переместить вас из одного места склона в другое место склона по трассе и при этом прохватив на приличных скоростях эта доска вполне себе может ее коэффициент жесткости довольно большой скажу сразу что если бы я выбирал себе доску для пуклого я бы брал эту доску в 150 ростовки а не в 160 для меня она явно великовата но если вы тяжелый райдер и вы не готовы тратить прям большие деньги то терророкет в принципе удовлетворит да я думаю что прям наверно всех кому нужна именно доска больше для пухлого склона чем для трасс да еще один минус она довольно тяжелая если вес для вас это фактор ну тогда копите денежку на более серьезные доски на тот же самый кои допустим от бариалиса он будет намного легче и более пружинистым первой досочкой из которой я начал второй катальный день был joint break out что можно сказать о break out я взял эту доску в самый последний момент потому что вспомнил что я забыл ее в магазине и не включил ее в обзор по джоинту этого года а это большое опущение поэтому я эх думаю возьму-ка я себе и break out и попробую закатиться на нем чтобы и рассказать в обзоре и действительно испытать его свойства что я очень люблю в теории здесь у нас карбоновые кресты здесь у нас комбинированное стекло окно это доска пружинистая относительная легкая предназначена как для трассы так и для вне трассового катания это то о чем говорит описание этой доски что касается по факту вообще на самом деле мне очень повезло что я смог покататься на этой доске два дня а не один в самом начале и в самом конце я успел прокатиться по трассе и вне трассы после первого дня катания я немного разочаровался в том что я получил это связано с тем что первой доской был дракар и он конечно же поставил очень высокую планку в плане карвинга он вгрызается в снег прям супер круто вы все супер контролируете а здесь и нос мягче чем основная часть доски и торсионки слабовато в общем когда я вгрызался в нее я понял что у меня прям жопу сносит и мне это очень не понравилось я немножко расстроился потому что я ожидал что это доска за счет своих карбоновых иксов сейчас прям даст эти иксы они не замкнуты они не переходят друг в друга они не идут вдоль они просто влияют на быстроту перекантовки отдельно взятой доски но когда вы пробуете их в разную сторону гнуть они получаются довольно мягкими и это вносит определенный дисбаланс закантовать ее реально мощно мне было очень трудно я почти уверен что есть какие-то мастера карвинга которые на ней смогут там всякие укладки сделать но мне по сравнению с предыдущей доской было тяжело и я закончил этот день немножко расстроившись расстроился не потому что там доска плохая потому что joint это мои друзья грубо говоря и мне придется им говорить печальную новость и нашим клиентам я должен буду говорить печальную новость что эта доска карвид хреново и поэтому если вы хотите прям получить снаряд который держит дугу это не брейкаут и и это правда это не брейкаут но когда два дня сыпал снежок когда было мало народу на трассе я таки нашел в себе силы залезть на эту доску вновь я брал ее и я брал карбоновый флаг шип чтобы сравнить их пухлом снегу тут я реально просиял эта доска имеет следующую геометрию нос у нее 31 сантиметр пятка 28 и 8 талия у него 26 сантиметров то есть на этой доске даже в маленькой ростовки может кататься парень с большим размером ноги но не для карвинга а просто чтобы но меньше у него свисал нужно для карвинга и лучше вообще не брать эта доска себя раскрыла полностью когда высыпал пухлый снег даже если там будет 10 сантиметров там 15 сантиметров снега и вы теряете связь с жестким мастом где вас прям бьет в ноги доска раскрывается вы чувствуете что она мало весит вы чувствуете вот этот маленький радиус большой просвет довольно короткие точки соприкосновения дает вам небольшой радиус она будет офигенно маневрен и как только сыпанула она прям даже с большой талии она очень быстро перекантовывается мне очень понравилось что в этом пухлом снегу вы можете заниматься флэт фристайлом широкий нос вы чувствуете опору можете подпрыгнуть даже с хвоста мне было относительно просто сделать трешечку на вроде бы как сверх направленной доске офигенно понравилось мне очень понравилось как она всплывает пусть даже это был не супер пухлый снег но вы сразу чувствуете настроение этой доски она становится веселой легкой поворотливой я думаю что это одна из лучших недорогих досок которые можно взять в шерегеш для катания в лесах чтобы быстро объезжать деревья чтобы можно было прыгать скотчек чтобы можно было заниматься веселым флэт фристайлом даже на весеннем слэше во второй день мне эта доска очень зашла и сейчас я могу с легкой душой рекомендовать ее всем именно для этого катания но я подчеркну что если вы хотите взять ее там допустим на 70 процентов трасс и 30 процентов вне трасс то лучше поискать в другую доску эта доска будет создана для 80 процентов трасс и 20 процентов легкого вне трассового катания веселого весеннего без карвингового без укладок без супер скоростей скорее даже для малых средних скоростей чтобы вам было просто прикольно покататься рядом со своей девушкой что-то повыображать на носах делать роллы и реверты в этом плане доска мне офигенно понравилось но со всплыванием я думаю что тут даже можно ничего не пояснять затопить ее практически нереально потому что нос у нее идет огромный после того как я попробовал брейкаут на второй день катания и немножко в нем разочаровался я решил что пора переходить на более фристайльные доски и обратился компаний на его сама как вы уже помните это не первая моя встреча с доской шейпер твин в первый раз я брал ее в снежкове в 159 ростовке она мне показалась очень мягкой это был позапрошлый год там она мне очень понравилась тем что она вроде как фристайл направлены этот год стал несколько жестче я пробовал кататься на этой доске на красном озере в локации сноуборд парка там были он несколько перилок несколько трамплинов небольших для этой локации мне эта доска показалась несколько жесткой для флэт фристайла на мне тоже не очень зашла потому что я его пробовал на небольшой скорости для него и моей массы она жестковата у нее довольно серьезная жесткость в носу и в хвосте она легко перекантовывается и дарит вам воздушность за счет прогиба но в сущности это довольно серьезная доска с ней прям тяжело справиться на маленьких ходах не имея опыта я взял ее в горы чтобы немножко попробовать реабилитировать шейпер твин и в общем-то все свершилось как только у вас появляется пространство для набора скорости для того чтобы по изображать что-то красивое вы понимаете что шейпер твин это что-то ого-го вы в принципе чувствуете сразу какой-то потенциал которого не было у предыдущих досок за счет видимо виброгашения он очень легко очень быстро набирает скорость и вас не подбивает что касается всплывания в пухлом снегу здесь вообще не должно быть никаких сюрпризов для вас она будет очень хорошо плыть у нее 31 сантиметр в носу 31 и 30 сантиметров в хвосте талия 26 если не ошибаюсь до 26 небольшим даже 26 и 1 26 2 примерно так у нее очень хорошая хватка контов она будет шикарно всплывать в пухлом снегу и будет давать вам возможность прыгать в пухлом снегу как в свою ногу так и в свечевую всплывает она и в ту и в другую сторону несмотря на то что она направлена на легконаправленно так скажем если вы попадаете в реально пухлый снег на мама и там завалило два метра снега у вас еще есть возможность сдвинуть крепление вообще максимально назад и получить сверх всплывая мой доску сверх направлю она тогда станет похожей на гарпун у них там на самом деле очень небольшая разница в геометрии но гарпун более направленный а это менее направлено соответственно вы можете здесь сдвинуть крепление и получить практически тот же самый гарпун доска супер универсальна но не ждите от нее легкого катания в парке она все-таки любит скорость выше среднего если вы прыгун серьезно и у вас будут пролеты там 10 и более метров на трамплинах вот там она себя проявит очень хорошо крис керринг это олимпийский чемпион на этой досочке катался на олимпиаде и теперь понятно почему он хорошо приземляет она не эластичная настолько чтобы вылетела из-под вас даже не идеальное приземление она вывезет она не выстрелит из-под вас она даст вам возможность приземлиться и уехать то есть я рекомендую эту доску для райдеров не начального уровня а среднего для тех кто любит скорость для тех кто любит карвить несмотря на двойной обратный прогиб вот этот фьюжн кембер рокер вы получаете охрененную хватку контов на скорости она заходит по дуге просто как как будто она для этого и была сделана вы получаете прекрасный вариант для того чтобы всплывать из снега я заехал в легкую какую-то там микро целину ну и просто стоишь ровненько она не может утонуть потому что у нее очень широкий нос и он идет вот аж отсюда вот вся эта часть она превращается в нос затопить ее реально прям тяжело и при этом на ней можно повыбражать попрыгать туда-сюда хороший фристайл направленный универсал для пухлого снега для трасс для карвинга либо для серьезного катания на трамплинах на перилках в режиме slope стайла опять же на высоких скоростях она тоже неплохо подойдет после шейпер твина я обратился к компании borealis borealis я взял модельку origins это доска с флотовой сердцевиной то есть она идет вот отсюда посюда просто плоской а края их уходят наверх он похож на трехсекционный вейкборд цель основную который я преследовал я очень надеялся что выпадет пухлый снег и что я смогу покататься на ней в пухлом но к сожалению пухлого было не особо много в третий день и я и толком не смог на ней ничего попробовать я покатался по трассе понял что она относительно легко даже в 158 ростовки маневрирует вы можете переходить в свитч обратно прыгать на ней вращаться она воспринимается маленькой несмотря на то что для меня 158 ростовка это уже такая прям большая дрына считается пухлый снег я захватил через день когда более или менее насыпал но он опять же был не рассыпчатым а тяжелым и мокрым я по свежачку тоже прокатился досочка прилипает к мокрому снегу это не очень комфортно но я преследовал цель посмотреть на геометрию и когда ты просто стоишь ровненько у тебя нос вот у нас были да он будет все равно стремится наверх собственно это основная часть которую я хотел опробовать на себе чтобы еще раз удостовериться в теории данного прогиба у меня одна из любимых досок капита хоррор скоп она точно на этом же прогибе только она гораздо мягче там жесткость 4 и там у меня ростовка 149 и то в шире геши я неплохо выплывал из пухлого снега здесь 58 то есть если бы мне повезло и там сыпанула прям конкретно и мощно эта доска которая могла бы подарить мне ощущение фристайла внутри фрирайда в общем-то она довольно сильно будет похожа на шейпер твин то есть это все-таки тоже твиновая доска на которой можно кататься в пухлом и в левую ногу и в правую ногу на которую можно прыгать 180 и не переживать за то что ты сейчас приземлишься тут же уйдешь под снег и поймаешь головонога это тоже офигенно универсальная доска но в отличие от него сама с карвингом у нее дела хреново скажем сразу да эта доска не карвинговая она держит дугу гораздо проще потому что у нее до рабочая длина канта меньше здесь нет какого-то карбонового заряда может быть тайга кстати то же самое в сущности только с бамбуком может быть у нее были чуть получше потому что там стоят и карбоновые иксы и продольный карбоново кевларовый ремень она посерьезнее немножко будет это попроще поэтому мне в дугах она не сильно очень понравилась но это открывает возможность для начального сегмента райдеров пробовать себя в каких-то движениях это значит что вы можете совершенно спокойно что-то творить и буквально пяточкой или носочком ноги минимизировать ваши риски для того чтобы убраться она будет прощать больше ошибок вашей техники доска может сказать все прощающие вот такая 158 ростовка подойдет для фрирайда мальчику с массы где-то килограмм на 80 85 она будет прекрасно всплывать она будет давать возможность прыгать флэт фристайл она легко позволяет вам менять ноги не позволяет особо карвить но в общем то будет такой довольно веселый и и нужно брать именно для этого и не для чего другого скорость как таковая и карвинг ей противопоказаны то есть если вы читаете что вам нужен карвинг то лучше от нее отказаться если вы считаете что вам больше нравится кататься с вращениями баттерами делать прессы то тогда этот вариант будет вам больше похож для ребят небольшого роста моего телосложения для того чтобы кататься в пухлом снегу я наверное ее тоже не буду рекомендовать потому что есть доски которые будут лучше чем ориджинс но как раз для больших ребят которые не хотят брать здоровую дрыну это будет прекрасный вариант для того чтобы пробовать для себя фрирайд и не забывать про фристайл на ориджинс собственно тот день я и закончил и на утро следующего дня мы с максом перекручивали крепление на арбор эйфрейм и на карбоновый флагшик который стоит за моей спиной первым на эйфрейме прокатился максим он сказал что она круто flex it что она круто держит дуги и это все как бы просто слова но ты не понимаешь на сколько после этого я дал максиму карбоновый флагшип он ему не сильно понравился он сказал что у нее мягкий нос и она держит дугу хреновенько короче первый спуск я делал на арбор эйфрейм в качестве оператора снимал его но это не суть это я к тому что я перепрыгнув с более маленькой доски 56 ростовки на 60 вторую это 62 доска этот честный кембер вот на эту доску я перепрыгнул стой и не ощутил никаких проблем я спокойно проследовал за максом несмотря на то что это серьезная жесткость что это полноценный стопроцентный кембер у меня не было проблем с управлением хотя я по по этому поводу честно говоря переживал потому что вся вторая для меня это дохрена это наверное одна из самых больших досок которые я вообще себе когда-либо брал но мне очень хотелось чтобы я попробовал максим как раз именно в полноценном карвинге как он бы себя будет чувствовать ну а себя я рассматривал как просто типа ну попробую что там будет итог этого катания я эту доску никуда продавать не буду я ее оставляю себе по очень простой причине она охерительно для карвинга у меня до сих пор есть желание научиться кататься более красиво более правильно более грамотно и для этого всегда вам в помощь должна идти матчасть вот в данном случае я не знаю ни одной другой доски которая была бы более интересно более выгодно для меня как доска для того чтобы осваивать правильную технику поворотов как только пришла моя очередь кататься на ней я передал камеру максиму и начал делать первые дуги по обыкновению я делал первую дугу фронт сайт мы вот так вот вдвоем идем макс где-то здесь останавливается снимает как идет дуга и потом говорит что типа вот ошибка такая-то ошибка такая-то старайся туда старайся сюда я это пытаюсь быстро проанализировать и как-то исправить ошибки на второй дуге смысл в том что мы разгоняемся я делаю первую дугу и обычно я останавливаюсь где-то здесь разворачиваюсь спускай с максимум и обсуждаем эту дугу в данном случае мы идем вдвоем я делаю дугу макс останавливается а я уезжаю не на 6 метров вверх а метров на 15 вы понимаете да это это кстати единственная доска которая на меня произвела настолько сильное впечатление из всех стоящих за мной она бомбически крутая просто вообще взрыв эмоций я я спускался оттуда к максу и говорю охренеть кембер для карвинга это самое простое самое читаемое самое самое то что нужно мне настолько она понравилась причем арбор эй фрейм у него есть особенность он даже в больших ростовках идет на маленькой талии учитывая то что у меня размер ноги 40 для меня это просто подарок мне на ней очень легко она очень быстро перекантовывается что на задний конь что на передний более того я даже на нем 360 попробовал прыгнуть во флете там с какой-то микро кочки 5 сантиметров она позволяет творить чудеса я не знаю как они этого добиваются но она настолько хорошо сделано вы чувствуете всю доску от начала до конца вы чувствуете что нужно сделать чтобы вот вот так сделать или вот так чтобы она сделала то чего вы хотите самые классные самые красивые дуги которые я делал в кировске я делал на эй фрейме и собственная именно по этой причине я ее не буду продавать если вы желаете себе заиметь действительно крутую доску для карвинга и ваш размер ноги не более 43 вот десяточка если у вас стоит я вам настоятельно рекомендую посмотреть на старенький эй фрейм именно те которые делали еще в австрии потому что в арабских эмиратах там поменялась геометрия они немножко другие там появилась ложка они укоротились более широкую лопату сделали здесь просто классика жанра как же она хороша насколько они крутые как я жалею о том что они больше не делают именно этих досок потому что в ней все понятно в ней все круто в ней у меня самые яркие эмоции связаны как раз с той доской который я боялся больше всех сказать рекомендую это сказать ничего ну и собственно логично что мы потом с максимом поменялись местами и я взял себе карбоновый флагшип карбоновый флаг стоит очень много денег и это пожалуй первая доска в которой я не разочаровался потому что я обычно взвешиваю доски по соотношению цены и качества и если я беру что-то действительно дорогое то я от него жду каких-то спец удовольствия спец ощущение что-то за что стоит переплатить и обычно я говорю что это доска своих денег не стоит карбоновый флагшип мне очень понравился с точки зрения универсальности не то чтобы я призывал всех покупать карбоновый флагшип но если вы хотите его он вам нравится и вы можете его себе позволить то я вас в данном случае не буду отговаривать то что я часто отговариваю от дорогих досок то что но он вам не нужен потому что вот вам просто не выдавить из него вы разочаруетесь или еще что-то из этой доске может выдавить максимум удовольствия любой среднестатистический райдер казалось бы что эта доска для спорта казалось бы что с этой доской может справиться только серьезный райдер на самом деле нет я думаю что даже если сравнить шейпер твин и джонс карбон флагшип то шейпер будет более серьезным чем карбоновый флагшип я не скажу что он какой-то охренительно легкий но он дает очень хорошее ощущение при катании эта доска более или менее карвид я попробовал ее на подготовленном склоне я попробовал ее в последний день на пухлом снегу в сравнении с брейкаутом кстати тут дам еще один респект брейкауту в пухлым снегу я почти не заметил между ними разница и этот прекрасно плывет и этот прекрасно этот еще даже более живее он такой пиу тебя выпуливает лучше эта доска мне понравилась в отличие от брейкаута и на подготовленном склоне когда я старался делать карминговые дуги и в пухлом снегу и попрыгать на нем тоже можно с точки зрения универсальности трасса и вне трассовое катание это наверное одна из лучших досок которые вообще были подо мной и это большой респект джонсу у него сильно загнут хвост сильно загнут нос соответственно вам нет никакого труда чтобы по батарейт на нем с хвоста покататься в свече он естественно хорошо плывет карвид не так круто как айфрейм как выяснилось потому что у него все-таки короткая база и нос реально мягче чем основная часть доски средний и хвост и если вы чуть-чуть передавливаете носок он все равно только и останавливает вашу дугу и фрейм ничего подобного не делает вы там хоть вправо хоть влево он все равно будет ее вести с ним сложнее справа в карминге но это вполне возможно а люди которые прошли спецкурс или уже катаются хорошо сами по себе они конечно офигеют от того как хорошо он держит у него есть легкая магна он себя прекрасно ведет на пухлом снегу у него очень высокая ликвидность так скажем потому что джонс любят все и он очень легко продается мне эта доска очень понравилась не скажу что безумно не скажу что это лучшая доска которая у меня была но это хорошая доска и если вы заплатите за карбоновый флагшип вы по крайней мере не обломаетесь она очень приятно я думаю что мы даже не будем ее продавать мы будем давать в вип прокат за приличные деньги для тех кто сомневается в том брать его или не брать 56 ростовка пожалуйста пользуйтесь этой услугой если вы хотите попробовать что-то интересненькое это прекрасный вариант да забыл сказать что у него тоже есть ложка и он не ощущается агрессивным вообще он мягкий ласковый надежный друг в катании по трассе и вне хорошая доска после карбонового флагшипа я решил взять фейслес это доска нашего собственного производства он находится в санкт-петербурге это доска на прогибе который называет c2 то есть у него вот здесь большой кембер здесь кембер а все остальные три точки просто лежат на плоскости я уже пробовал эту доску это именно 148 ростовка красном цвете под меня чтобы я катался в парке скажу сразу что алексей малость перебрал по толщине носа мне не хватает флекса у этой доски чтобы творить что-то на маленьких ходах на скорости но у этой доски есть безумно крутые характеристики в плане карвинга это не спец какая-то операция просто так получилось два карбоновых стрингера которые мы кладем в основу всей доски дают потрясающую возможность для доски чтобы она держала дугу это самая маленькая доска которую я брал с собой но хватка у нее приближается к эйфрейму так держать дугу на двойном обратном прогибе я думаю что это невозможно она ее держит просто потрясающе я говорил что топшит у нее будет отталкивать весь снег она к нему не прилипает не любой снег она отталкивает там была такая липкая чача что она залепляла даже эту доску и она не оставалась поэтому он хорошо отталкивает снег но к сожалению не на сто процентов липкий снег на него все равно прилипает я не знаю наверно нет досок на который вообще не липнет снег никогда если вы раскочегариваете его до приличных скоростей и входите в дугу у вас появляется возможность отпружинивать от носа и от хвоста он позволяет вам кататься во флэт фристайле но вы должны это уметь то есть если рассматривать эту доску как доску для начала наверно не стоит вообще эта доска задумывалась как альтернатива сноуборду арбор виски и мне кажется что мы не просто пришли к арбор виски а мы взяли чуть чуть выше и наверно эта доска будет больше похоже на арбор элемент арбор элемент к фристайлу имеет такое посредственное отношение и в общем то здесь я вот как раз и узнаю фэйслес но в отличие от элемента здесь будут незаконченный кант он будет мягкий и более ремонтно пригодный здесь мы используем отличную боковую стенку с добавлением каучука она мягкая вы ее можете прям пальчиком потыкать она мягенькая и она дает вам шикарное виброгашение эту доску на скорости не бьет она едет ровно конкретно вы чувствуете на сто процентов правильно я хочу отговорить от этой доски всех кто только начинает свой путь сноубординге потому что она довольно серьезно немножко раскрою карты мы сейчас меняем стекловолокно с триаксиального на биаксиальный возможно в следующем выпуске эта доска станет немножко мягче эластичные тогда это будет как бы откат назад но если говорить вот прям про конкретную доску эта доска не для самого начала она прекрасно себя контролирует она говорит парень лупи как хочешь я от слабину не дам а вот ты подумай типа то умеешь это делать хочешь ли это и контролируешь ли ты свои действия на высоких скоростях если все так я тебя не подведу ты гаси с прыжками приземлениями никаких проблем нету любой дроп она увезет четко и ясно никаких выскальзывание из-под вас хвоста не будет на всплываемость к сожалению я ее особо тоже не проверял то есть те 10 сантиметров которые были в тот день между подъемниками она проходит легко как она будет себя чувствовать прям сильно пухлым снегу я к сожалению сказать до сих пор не могу я очень надеюсь что я попаду в этот снег в будущем году и скажу вам прям на сто процентов что ребята эта доска плывет пока что предпосылки для того чтобы плыть у нее есть это возможность вот этого выгибание доски до середины и превращение ее в один большой нос но тестов пока я таких не проводил пока что я могу опираться только на обратную связь от ребят которые были на камчатке там было сантиметров 30-40 снега сказали что она плывет лучше чем липтех трэвис райса тут как бы не знаю верить не верить но отзыв есть когда их будет очень много мне не нужно будет их тестировать пока что у нас продано досок 30 я потихонечку собираю обратную связь могу сказать одно эта доска точно стоит своих денег потому что здесь нет абсолютно никакой переплаты за бренд за бренд там 0 здесь стоимость материалов здесь заложена работа человека он делается полностью руками никакой там автоматизации нету и небольшая наценка магазина для того чтобы продвигать российский сноубординг в массы мы их очень хотим увеличить объем этих досок но для этого нужно очень сильно вкладываться в историю строительства новых станков новых прессов новых чпу закупать покупая эту доску вы спонсируете наше сноуборд строение после фэйслиса ко мне в руки попал найт деккер мега лайт мега лайт сразу скажу что это одна из тех досок которые выглядят просто на пять с плюсов у нее очень интересная геометрия это в сущности камрок точка соприкосновения со склоном у него вот здесь и здесь держак у нее по определению неплохой она может всплывать в пухлом снегу как раз за счет вот этого довольно приличного носа выглядит она опять с плюсом плюс у нее есть еще пау пэк это закладные которые смещены назад и если высыпало действительно много снега вы можете сдвинуть крепление и поставить их назад у меня была 158 ростовка тестировала я ее в условиях относительно мягкого снега но более или менее ровной трассы в условиях приличных скоростей там есть где разогнаться что могу сказать каких-то мега ощущений эта доска мне к сожалению не дала хотя она называется мега light но и какого-то кала я про нее сказать тоже не могу держак у нее слаб же чем у эйфрейма слаб же чем у бариалиса но он есть то есть какие-то дуги у меня получалось задавать но когда попытался там опять же в бэксайд сделать то же самое что я делал на эйфрейме у меня она уже как-то так играла и стягивала нет этого ощущения четкости видения дуги карбоновый флаг шип будет себя чувствовать несколько уверений возможно это из-за того что здесь нету магна трекшина на той доске есть по всплыванию опять же не было у меня условий пульнуть на ней куда-то в пухлый снег но я почти уверен что за счет вот этого носа она будет ехать вполне себе прилично сказать что это прям какая-то потрясающая доска я увы не могу и пока что склоняюсь к мнению что данная доска своих денег не стоит но в общем-то если она у вас уже есть это неплохой вариант для фитнес-катания по трассе и для более чем уверенного катания вне трассы в свече эта доска едет также неплохо как и в своей стойке но в пухлом снегу не рассчитывайте что вот этот маленький носочек будет выплывать также как здоровый нос спереди какой-либо конкретики или специфики у этой доски я более не определил у нее относительно средний вес я не скажу что она прям супер легкая оригинс абсолютно однозначно легче грамм на 200 прям рекомендовать ее к покупке не буду но если вы выхватите где-то эту доску там со скидкой 50 процентов наверное это будет вполне себе неплохой вариант после мегалайта я пришел к машине и понял что у меня не обкатанными остались всего две доски это бариалис тундра я собственно на ней и закончил тот день катания тундра в кировске меня ничем особым не удивила я как был прекрасного мнения о ней на красном озере так и остался она спокойно позволяет вам кататься на малых средних и даже высоких ходах жесткость ее позволяет у нее прекрасное виброгашение за счет деревянного топшита за счет карбона кевларового сердечника с иксами вот так и продольным ремнем она позволяет попрыгать она позволяет вам позаниматься флэт фристайлом попробовать все фишечки которые связаны с легким карвингом и более того еще и в пухлом снегу она себя чувствует довольно неплохо на мой взгляд эта доска выше по статусу чем маунтин твин но у маунтин твина есть два плюса если вот сравнивать во первых это очень высокая ликвидность потому что но джонс все очень любят хотят и с точки зрения там перепродать если вдруг она вам как-то не зайдет или там у вас будет нужда джонс конечно продастся быстрее но я уверен что с течением времени бариалис наберет похожую славу его ликвидность придет к ликвидности джонса и тогда тундра станет просто бестселлером абсолютно у всех и на первичном и на вторичном рынке доска супер она звучит она едет это без проигрышный вариант я бы даже сказал что если вы сомневаетесь и не знаете какую досочку бы вам взять с условием того что вы хотите одно второе третье четвертое я имею ввиду сейчас и фристайл и фрирайд и бэккантри и джиббинг вот этот вариант наверняка будет максимально близким к тому чтобы охватить вообще весь спектр сноубордических направлений которые вообще существуют понятно что не бывает одной доски который везде едет первоклассно но на хорошо эта доска абсолютно точно способна я ее рекомендую абсолютно всем к приобретению кого не отталкивает вот такой дизайн может быть кто там кислоту любят кому нравится классика это прям огненный вариант кировский и никак не раскрыл кировский и никак не обосрал она как красном мозе ли себя прекрасно показала так и в кировске поэтому каких-то таких ярких впечатлений и удивлений по ее поводу у меня нету и можно переходить к следующей доске которая называется ультра майнд экспандер компании джонс если честно я ожидал от нее чего-то хрен его знает чего от нее можно было ждать если ее не катать в пухлом снегу на трассе она очень похожа на своего коллегу на карбоновый флагшип с той только разницей что я ощутил чуть более жесткий нос в отношении карбонового флагшипа то есть когда я задавливал на карминговой дуги эта доска чувствовала себя чуть чуть более комфортной не было ощущения что вот она вот сейчас вот прыг прогнется где-то и вы свалитесь что касается хвоста он наоборот помягче и на этой доске мне было очень приятно пробовать из свеча делать трешечку с реверта с хвоста она это легко позволяет делать доска очень комфортная приятная что касается всплывания она не может не всплыть поэтому у меня не остается никаких вопросов к ней просто до доска с ложкой с огромным носом таким же как и у карбонового флагшипа должны чуть шире и он начинается от талии он более широкий если у карбонового начинается примерно отсюда расширение то этого от талии и она более строго направлено ну а по ощущениям что то что это очень 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 сильно похоже я думаю что между ними если есть разница то процентов на 10 чисто визуально кемберная часть между закладными не столько ярко выраженная соответственно наверно в карминговых поворотах на более хорошей кондиции снега она будет не столь отзывчивый как флагшип но тем не менее на ней вполне реально делать такие же карминговые дуги как и на карбоне приятная доска но без вау-эффекта по крайней мере для меня но вариант довольно прикольный что касается веса она заметно больше весит она такая прям суровенькая для относительно небольшой ростовки друзья наверное это все что я хотел рассказать о досках которые были со мной что касается вау-эффектов безусловно первое место я отдаю арбору эйфрейму с точки зрения карвинговой доски хрен его знаю как она будет всплывать опять же в пухлой я ее не пихал думаю что с этой ростовкой со всплытием тоже большой проблемы не будет вторая доска которую бы я хотел выделить это чуть не разочаровавший меня полностью но вывесший пухлым снегу breakout третье место я бы дал дракару почему третье потому что мне и так было понятно что эта доска серьезная и что она себя наверняка хорошо покажет в кировске она просто подтвердила все ожидания которые связаны с ней она относительно недорогая хотя она явно в высоком ценовом уровне но она себя оправдывает прям полностью мне понравился карбоновый флагшип хоть она и стоит весьма не кисло денег это очень достойная доска для того чтобы ее заиметь вы не разочаруетесь все остальные доски были более или менее понятны до этого поэтому какого-то там шок контента я по ним бы не отснял что касается креплений у меня было две пары креплений одна из них это уже бывало и для меня крепление union strata с порядочным хайбэком хорошей жесткой базой но на мини диски и крепление которое я брал в тест на первый раз это крепление arbor cypress что касается виброгашение несмотря на то что у union strata просто супер брутальная виброгасящая платформа которая идет на всю базу в апролайт она прямо должна отрабатывать все круто мне показалось что у арбора виброгасящие свойства будут несколько лучше уж извините union но говорю как есть по чесноку арбор мне в этом плане понравился больше то есть когда на плоскач приземлялся примерно с одних и тех же вылетов здесь ты практически не чувствуешь этого удара а здесь все таки так потряхивает тебя это плюсик арбору но как сделано настройки у union мне кажется это все перекрывает потому что когда я настраивал крепление arbor а было это в самый первый день в час дня я заселился в гостиницу и решил подстроить сразу под свой ботинок хайбэки загнуть так чтобы не держались первый момент когда вам нужно отрегулировать эти крепления вы можете столкнуться с основным минусом этих креплений да они сделаны очень грамотно здесь пяточная дуга сделана наподобие как у union они очень похоже двигаются а хайбэк сделан так же как у бертонов то есть арбор это микс хайбэков бертон и базы union плюс своя x-образная платформа которая позволяет более-менее четко передавать усилия скрепление на нужный камп здесь прекрасные гребенки с металлическим кордом внутри корд есть только в верхней гребенки в нижней нету здесь прекрасные стреп они очень мягко комфортно и четко удерживают ногу бакли отлично работают у меня никаких претензий к ним нету разве что unionовская бакля она будет пролетать мягче и легче чик вы так закинули а потом дотягиваете у арбора она не столь мягко туда залазит поэтому вам придется качать и и каждый раз соответственно если сравнивать бакли то я бы предпочел unionовские если сравнивать гребенки то мне очень нравится вот эта серповидная форма которая присутствует на арборах и это дает как бы на есть так плюс на минус примерно ровно но первые регулировки которые вам нужно сделать они могут поставить крест вообще на ваших впечатлениях о креплениях арбор дело в том что здесь чтобы отрегулировать хайбек вам придется выкрутить вот этот болт этот болт он имеет такую форму которая не полностью кругленькая а у него бока срезаны а в ответочке у вас стоит металлическая пластина явно выфрезерованная на станке и этот втулка до ответочка она нужно четко входить в этот паз чтобы она не проворачивать так вот когда я выкручивал болт она у меня провернулась и раздвинула боковые грани центральной вставки мне нужно было убрать хайбек назад чтобы угол атаки повысился потому что у меня здесь была щель между ботинком и хайбеком так вот после этого засунуть болт обратно в эту ответочку нереально отверстия разогнулись и она четко туда никак не входило и я прям сидел разводил руками блин да как так новые крепления я не могу их туда засунуть я не понял ну очень интересно я прям сильно разочаровался хотел позвонить арбором сказать блин это хреновая еще штука слава богу у меня были с собой плоскогубцы лезермен и там в комплекте есть напильник слава яйцам что они но оказалось у меня под рука я взял этот болтик сточил его грань именно входящую и после этого он у меня наконец-то туда воткнулся кроме этого у меня претензий креплением больше не было во всем остальном они мне очень понравились но вот этот первый момент в настройке он чуть не убил вообще крепление арбор в моем восприятии я был близок к тому чтобы вообще плюнуть на них взять юнион и кататься на них но слава богу все получилось и по характеристикам именно катальным у меня претензий к арбором нет вообще они прекрасно себя показывают а учитывая то что они еще и стоят дешевле чем та же страта то это довольно неплохой вариант но я бы хотел каждого предупредить каждого кто хочет себе эти крепления и кто будет их приобретать имейте ввиду что вам все регулировки подстроить под ботинок нужно дома или у нас мастерской чтобы мы четко сказали что вот ваши ботинки четко подходят под эти крепления больше вам с ними делать ничего не нужно после того как вы это сделали вам останется просто прикрепить крепежек доски и все катайтесь получаете удовольствие количество регулировок простота их использования мне очень нравится за исключением только тех которые относятся к хайбеку а так здесь все это просто прикручивается на винтах без отвертки в этом можете отрегулировать в любой момент времени прямо на склоне но всю базу хайбек регулировку хайбека вам нужно регулировать дома чтобы у вас на склоне этих проблем не возникало в остальном крепление очень даже приличное что касается страт если бы у меня была возможность поменять их на атласы я бы их поменял прямо на сто процентов потому что эти крепления все таки они фристайл направлены либо для бэк-кантри фристайла мини диск дает возможность несколько флексить креплениям и они ходят туда-сюда поэтому если вы не прыгаете вообще не прыгаете не собираетесь делать не занимаетесь флэд фристайла вам не нужно тянуться до грэбов вам не нужно прыгать с трамплинов или джибить эти крепления в общем-то будут абсолютно бессмысленны но если вы катаете фрирайд если вы катаете карвинг если вам нужна скорость вам нужны крепления с более жесткой базы и скорее всего на полноценном диске я считаю что полноценный диск в данном случае отрабатывал бы более правильно более четко и если бы у меня была возможность взять с собой атласы вот для досок типа эйфрейма для досок типа карбонового флагшипа для дракара я бы конечно брал атласы они в данном случае были бы наверное лучшим вариантом чем моя любимая страта но так как я все-таки часто катаюсь и в парке страта прекрасный вариант слава богу что у меня были сайпрос и мне удалось хотя бы некоторые из этих досок обкатать на более или менее жестких креплениях и там я получил больше удовольствия от карвинга нежели на стратах друзья по доскам и креплениям наверное это все я надеюсь что вам были полезны те данные которые вы услышали и вам было интересно посмотреть еще было в кировске если доски и крепления довольно часто попадают в обзор а где-то спорт то одежда крайне редко наверное потому что это не очень интересно ни мне ни остальным и все считают что как бы ну одежда это такая прикладная история обычно мне это все дело лень брать разную одежду кататься в ней это муторно и не совсем четко можно получить представление о том как отработал эта одежда в этот раз я заморочился мне повезло я взял два разных комбезов кировск они отличаются размерами и наличием утеплителя вот эта модель называется extreme 20 у нее есть подклад но утеплителя как такового в ней нет она просто тонкой вот мембрану можно видеть просто на ощупь там даже миллиметр нет толщины второй комбинезон это тот же dragon только уже другая модель и он идет с утеплителем если вы так потрогать то вы уже понимаете что там что-то все-таки положили и третий вариант одежды это куртка и утеплитель компании homeschool homeschool это одна из немногих мировых компаний которая делает очень качественные очень продвинутые вещи но при этом она малоизвестна в мире так вот я испытал все и могу рассказать вам об этом следующее первое что я решил использовать это был вот этот костюмчик dragonfly extreme 2.0 без утеплителя на мне размер m я 170 вес 70 если вот так вот беру вот он у меня касается только-только пола и вот так доходят до меня какие у меня были ощущения этот костюмчик на меня вот только-только в кировске я брал с собой защиту задницы просерф и защиту колен наверху у меня ничего не было потому что я катался с рюкзаком а в рюкзаке у меня лежит противолавинное оборудование щуп лопата как правило этого более чем достаточно для того чтобы обеспечить защиту спины поэтому никакого full body я на себя не одевал ну шлем у меня еще был на одежду он никак не влияет так вот если бы у меня был full body мне бы вот в этом комбинезон чеки уже было туго если защиту не использовать то в принципе чувствуешь себя довольно комфортно мне очень понравилось как я выглядел со стороны он сидит как бы вроде бы и не в натяг и ничего лишнего и они у этой модели в плечи сделали покатым а у модели вот этой плечики острые как раз для того чтобы туда входил full body полагая что большинство когда примерит один и другой понравится именно посадка этого комбинезона и ради бога если вы не катаетесь full body то наверное вот эти вот плечи торчащие особо вам и не понадобится но если в ваших планах появляется такой момент что типа а не плохо бы мне одеть там плечи спины все такое чтобы чувствовать себя максимально комфортно и чтобы не переживать если сзади вас кто-то влетит так вот покатавшись в этом комбинезоне просто одев ее на термуху я понял что стопроцентного комфорта без утепления к сожалению я не получаю он очень хорош он сам по себе не продувается в нем комфортно в нем все здорово но когда вы натягиваете его как-то креплением прижимаетесь он полностью прикасается к вашему термобелью и у вас получается что нет никакой прослойки между вами и внешней средой если еще дует ветер то вы чувствуете этот ветер прям своей кожи и я вам скажу что это не очень комфортно наверное такой вариант посадки можно рассматривать когда вы едете уже прям в конкретную весну когда у вас хороший погожий день и где вот вам будет максимально комфортно чуть ли не в термобелье кататься но вдруг там снежок падает чтобы вы не намокали тогда этот комбинезон запросто можно использовать без утеплителя я сейчас говорю о себя кто-то бывает жаркий кому вообще похрену на этот утеплитель я говорю про себя да это подшлемник я собственно постоянно в нем катался прекрасно работает это подшлемник компании никстер во второй день я взял то что dragon рекомендует пододевать под комбинезоны без утеплителя это вот такая флисовая жилетка и вот такие флисовые шорты чтобы не застудить важных мест они одеваются прямо на шорты на защитную и внутри их особо там и не ощущаешь он спокойно застегивается расстегивается никакого дискомфорта они не дают и мне стало гораздо гораздо комфортнее то что касается тела то что вот я закрыл все она перестает прикасаться к вашему телу это небольшая прослойка микрофлиса не позволяет холодному воздуху прикасаться к вашей коже и вам тут же становится намного комфортнее поэтому я рекомендую всем кто берет такой комбинезон иметь утеплитель как минимум вот такой микрофлис а если ехать куда-то в более суровые условия заиметь что-то типа там пуховки короче любой утеплитель который даст вам прослойку его можно таким образом варьировать и вам не придется потеть как коню в плюсовых условиях если допустим у вас вот такой комбинезон и вы поехали бы в сочи весной вы бы конечно в нем охренели даже открыв все вентиляционные отверстия но в условиях кировска когда я катался в этом комбинезоне во второй день он мне конечно офигенно понравился в нем так тепленько так хорошо так здорово и учитывая то что это один размер больше мне чисто по функционалу он понравился больше то есть ты в нем чувствуешь себя более раскрепощенным тебя вообще нигде не подтягивает если ты вращаешься ты не чувствуешь какого-то ограничения в этом плане на размер больше брать гораздо прикольнее возможно внешне он не так здорово смотрелся как этот но тут смотрите для того что важнее и м к и элька я считаю что на мне сидят вполне нормально но этот чуть-чуть сковывает движение но сидит красивей а этот более разболтанный но при этом я себя ощущал в нем гораздо комфортнее при этом у них есть разница в крое и разница в карманах я сейчас хочу немножко покритиковать dragon я обычно свой телефон вожу в нем так вот его открывать и закрывать было неудобно он сделан так что его тяжело прям найти тяжело до него достать это не то что невозможно если мне звонят часто то я устаю вообще открывать закрывать открывать закрывать поэтому я ставлю огромный жирный плюс вот этим карманам которые закрываются не вот так а вот так вот сюда залетал конфетка вот сюда мой телефон залетал просто на раз-два мне было очень легко вот отсюда его расстегивать поэтому мы драгоценные dragonfly если у вас будет возможность сделать и экстрим 2.0 с карманами которые идут не вот так а вот так это будет большой плюс вашему костюму что касается молнии я не чувствую какой-то глобальной разницы между косой или прямой мне кажется что это просто визуализация но то что у экстрима есть расширение вот этой части это дает небольшой плюс при посадке то есть если у вас там подбородок большой вот вот такой да и у вас там пухлый баф вы отстегиваете его и увеличиваете длину этой манжеты тогда он сидит он вас не поддушивает он дает вам некоторую свободу мне это показалось очень приятным потому что в ветреный день я одевал с собой баф и плюс подшлемник таким образом он меня не душил было гораздо комфортнее отдельные слова благодарности я бы хотел выразить компании tenpix я взял себе даже не на тест я просто себе взял эти перчатки эти триггеры и был максимально удовлетворен всем что они дают в первую очередь это их непромокаемость во вторых их крепость я там достаточно много елозил этой перчаткой по ну там не было льда правда да то есть я не могу сказать что это прям какие-то суровые условия для тестов но ни одной ниточки ничего у нее не вылезло сразу скажу что это не реклама я вам скажу что у нас были уже случаи какого-то брака по перчаткам tenpix у одних ребят сломалась молния было такое им тут же поменяли и и у кого-то еще то ли ниточка вылезла то ли кожа где-то порвалась короче два случая брака на все что-то в районе 150 наверное пар перчаток которые мы привозили в этом году у них были я не хочу говорить что это прям ультра надежные супер не ломающиеся перчатки у меня ничего не сломалось хотя я ее открывал охренеть как часто часто забывал что у меня это молния есть я все-таки их снимал и потом блин приходится обратно надевать плюсом является то что вот внутренности этой перчатки они не вылазят вместе с вашей рукой даже если она мокрая у нас там был супер влажный снег он там влажность 98 процентов там было просто как в сауне перчатках очень комфортно и вот эта возможность открытия и закрытия она прям супер потому что иногда там нужно залезть в монопод достать зарядку подключить чтобы ваша камера не сажалась мне не нужно снимать перчатки на подъемнике я точно знаю что таким образом они не улетят вниз и мне не придется провести там два часа под подъемником разгребая снег искать где же ваша перчатка поэтому тэн пикс я ставлю 6 по пятибалльной шкале это великолепные перчатки это великолепная одежда для ваших рук я и очень рекомендую всем так поэтому комбезику сказал что он мне понравился мне не нравится зеленый цвет по определению но какой был такой был но по характеристикам по тому что дает этот комбинезон мне он очень понравился после комбинезонов пришла пора попробовать высокотехнологичную одежду от homeschool я в ней уже катался в карабицыну но опять же это light версия хоть я провел 12 часов на склоне за два дня я решил что в горах эту одежду тестировать будет более грамотно в итоге я взял тот же самый утеплитель homeschool puffy и курточку с мембраной три с половиной слоя ребят если вы можете себе позволить вот такое то конечно же вы будете вспоминать о всех комбезах о всех среднеэстетических компаниях с насмешкой если у вас есть возможность использовать круто работающий мембрану в данном случае это как она 37 с половиной градусов и круто работающий утеплитель который вытягивает из вас воду и передает ее на внешний слой вы конечно почувствуете очень большую разницу у меня за всю жизнь не было такого богатого опыта чтобы я мог попробовать одну одежду среднего класса и сравнить ее с самым высокотехнологичным и тут я ее сравнил и конечно немножко охренел меня в принципе устраивал бы и dragonfly с их мембраной торой нормально в них кататься даже вот в этих жестких влажных условиях нормально вы себя чувствуете вполне но у меня еще были и штаны это старое под направлении компании шуга point который назывался йопс мне охренену нравится их конструкция мне охренену нравится как они сидят мне очень нравится вот это вот веревочка которая подтягивает штанины к верху и вам не приходится их пачкать когда вы идете уставший по городу мне все в них нравится их ширина все в них нравится все круто но мембрана здесь стоит относительно простая и прикол этого теста в том что у меня термуха то одинаково вот она окапе мои шикарные штанцы вот так выглядит шикарный верх у него там вверх и низ боку плечи все разные материалы я безумно доволен что у меня появилась эта термушка так вот если у вас термуха одинаковая а мембраны низа и верха разные вы будете чувствовать разницу жопа у меня спотела потому что у меня были все-таки штаны не топовые и им уже не первый год я их давно катаю грубо говоря сейчас я не хочу обосрать там йопс или шуга point я хочу сказать что просто это большая разница штаны вы снимаете вы чувствуете что они влажны а вверх вы снимать хотя он гораздо сильнее утеплен то есть это прям мощный утеплитель его не продувает не промокает вы себя чувствуете в пуховике от которого отводят влагу вам мега комфортно я прям вот двумя руками за то чтобы у каждого райдера была одежда похожая на эту там была плюсовая температура и вроде бы должно быть жарко но ни хрена вы снимаете весь сухой вам комфортно и мало того что комфортно если вдруг вы заходите в холодное помещение там ветер дует или вы расстегнулись потому что вам сильно жарко если вы мокрый у вас быстрая отвод этой влаги повлечет то что вы просто замерзнете слишком интенсивный отвод если вы сухой расстегнетесь влагоотвода нету вы не замерзаете вы не рискуете заболеть я приехал в кировск с насморком у меня ребенок с детского сада принес какую-то жуткую заразу которая из меня не могла выйти там три недели и я ехал в таком в куматозном состоянии в кировск не скажу что у меня прошло это да но это не усугубилась и это не перешло в какую-то тяжелую форму хотя я прям напрягался до хрена по 6-7 часов я катался в день очень уставал я прям врубался но слава богу благодаря хорошим мембранам то что у меня все работало грамотно я никак не заболел дальше и это прям здорово если бы я ступил и взял какую-нибудь толстовку на себя одел хлопчат бумажную она бы пропотела у меня полностью и скорее всего я бы чувствовал себя гораздо хуже а так в принципе вечером я вставал чувствовал что все нос отпустила я более-менее себя чувствовал нормально друзья приобретайте грамотную одежду чем тоньше у вас будет shell тем лучше здесь нет утеплителя вообще и эту куртку вы можете использовать абсолютно в любые ситуации и в мороз в минус 40 и в плюс 15 в сочи в ней будет максимально комфортно регулировать утепление вы можете вы должны они можете утеплителем утеплителем и ничем более термобелье у вас остается одно и то же и туда и туда shell и туда и туда регулируйте утеплителем если хочется потеплее можете одеть так если сомневаетесь что вам будет жарко допустим да возьмите какой-нибудь микрофлиз и вы будете себя довольно комфортно чувствовать в той же самой одежды трехслойность и грамотная трехслойность это самое грамотное к чему вы можете обратиться катаясь в условиях интенсивных нагрузок где вам приходится потеть и возможно быстро остывать друзья надеюсь что этот обзор показался вам максимально полным который вообще возможен что еще показал кировск что я безумно люблю горы и на следующий год я очень сильно попытаюсь поехать пожить в адлер хочу снять дом наверное где-нибудь с ноября по апрель и переехать всей семьей туда друзья если кто-то из вас живет в сочи имеет возможность кто-то там найти или дать полезный совет я с готовностью приму ваш совет и вашу помощь в данном плане помогите переехать в сочи чтобы это было максимально комфортно и для меня и для моей семьи соответственно в связи с этим у нас будет объявлен дополнительный набор людей на работу в гетто спорт я заменяю обычно двух людей соответственно как минимум двух ребят мы ждем в гетто со знаниями чтобы помогать магазину развиваться и давать грамотные консультации возможно мы летом будем проводить обучение для тех кто хотел бы поработать в гетто на вакансии эксперт-консультант соответственно если у вас есть желание присоединиться к нам или например открыть франшизу гетто спорт в своем городе и мы будем настаивать на обучении соответственно вам нужно будет летом приехать в петербург мы поможем с размещением и проведем курс курс обучающих чтобы все ваши пробелы в каких-то знаниях были закрыты от и до начиная от прогибов заканчивая качеством мембран в одежде эксперт-консультант в гетто должен знать абсолютно все какие болтики кому подходят какие прогибы лучше работают в пухлом какие крепления под какие ботинки подходят вы должны быть реально экспертом чтобы работать в гетто поэтому мы приглашаем ребят желающих связать себя с данной деятельностью на обучение на этом вроде бы все увидимся в скором времени на канале на вейк даче не за горами уже открытия и гостиницы и вейк парка в общем жизнь продолжается увидимся увидимся